всем привет давно не выкладывал видео работа идет но ничего такого сверх интересного чем можно поделиться особо не происходило а сейчас вот завез дрова хотел поделиться опытом своим по поводу закупки дров что ты сейчас видео снимаю в общем у меня началась история такая что я топлю пилетами в принципе пилетный котел дома есть есть еще и баня вот и есть печка тоже дома когда так погода не очень холодной печкой потапливаем ну и примерно я закупаю где-то кубов 6 березовых дров в основном здесь в этот раз привезли еще и ольхи сухой достаточно ольха как говорят буду пробовать очень хорошо помогает при прочистке дымоходов пилет дымоход от пилетного котла немножко зарастает банок тоже немножко зарастает поэтому вот взял куб ольхи буду пробовать ну про сушку дров рассказывать не буду в принципе дрова и более-менее сухие надо покупать которые уже полежали видно что здесь вот еще не так давно срубили если березу взять но суши стоят гораздо дороже и вообще в принципе не найти поэтому более-менее хотя бы они полежали еще посохнут какое-то время топлю в основном березой потому что особенно в бане мне нравится березовый запах смолы немного березовых дровах горят они хорошо тепло дают угольки долго достаточно тлеет вот и соответственно запах такой классный березовых дров о чем хотел поговорить о том как купить стало много достаточно по всем время мошеннических схем разных даже дровах например года два назад я заказывал дрова тоже заказал 6 кубов вот их привезли также как сейчас вот сама свальчиком свалили сюда на площадку я их он под дом начал укладывать а у меня примерно как раз там 6 кубов то есть пристройка 6 метров на 2 ну и плюс минус они там у меня 6 кубов умещаются уложил оказалось что вместо 6 кубов там около 4 только начал звонить поставщикам они там начали матом кричать там что-то это там ты там что-то попутал перепутал ну и в общем не далось мне правда добиться никакой поэтому я стал вникать в это дело как заказать дрова чтоб не обманули оказалось что есть понятие такое как навалочный куб то есть если вот взять просто дрова грубо говоря вот так вот накидать там то это будет навалочный куб вот и в таком варианте получается там что примерно ну там допустим четыре куба дров которые сложены например как вот детишки там сложили в таком формате то эти четыре куба как раз превращаются там в кубов 5 может быть даже и больше если просто в машину забросать поэтому сейчас я когда звоню я спрашиваю какой у вас куб дров есть понятие такой складочный навалочный если навалочный просто набросан то коэффициент где-то берется 20 процентов на то что когда мы уложим будет гораздо меньше вот и поэтому мы как раз хотим с вами купить куб складочных дров а не тот тех что были навалены на теперь расскажу простой вариант как считать дрова чтобы вас не обманули очень просто надо спросить у человека который вам будет привозить например я привозил водитель на зеле я спросил у меня сколько объем кузова объем кузова посчитать легко это каждый школьник умеет длину ширину на высоту по множеству получается объем вот и человек принес дрова оказалось что в кузове умер 6 кубов объем мечается вот и соответственно надо посмотреть как дрова уложены в кузове вот если дрова очень плотно уложен не навалено вручном образом то получается там примерно как раз 6 кубов вот а если дрова навалены кое-как то можно брать коэффициент где-то 08 вот такой примерно расчет надо это вещи знают чтобы вас не обманули и я заказал 6 кубов в принципе мне привезли кузов 6 кубов и хорошо уложенных и через горочкой как раз складочных 6 кубов сейчас друзья приедут в баню будем укладывать вот и я как раз посмотрю правильно все ли я рассчитал что вот такой простой способ эти вещи надо понимать чтобы не стать животным мошенников поляра 2 колонна рада были если кому-то полезно всех благ хорошего вам отдыха и загородной жизни